Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет мрачного ужастика 2010-го года «Охотники на троллей». Трое друзей, Йоханна, Томас и Калле, учатся в Норвежском университете в городе Волда. Ребята решили снять документальные фильмы о загадочных убийствах медведей в норвежских лесах для своей дипломной работы. Калле снимает всё происходящее на камеру, Йоханна отвечает за звук, а Томас выступает в роли репортера. Все местные охотники в один голос утверждают, что следы от лап медведей очень большие и странные, и добавляют, что Финн Хоган, руководитель общества охраны дикой природы, что-то скрывает. Но ещё большее подозрение у охотников вызывает их собственный коллега Ханс, закрытый и очень таинственный товарищ. Студенты решают последовать за Хансом, который живёт в палаточном лагере неподалёку, чтобы выяснить, причастен ли тот к убийствам медведей. Сосед загадочного охотника делится, что Ханс охотится только по ночам, а днём он отсыпается в своём фургоне. Ребята дожидаются, когда Ханс вернётся с очередной охоты и просит взять их в следующий раз с собой. Однако суровый мужчина отвечает категоричным отказом. Студенты снимают на камеру машину Ханса, которая, судя по всему, была атакована огромным медведем. Ребята, не желая просто так сдаваться, дожидаются ночи, когда Ханс садится в свой джип и куда-то уезжает, а друзья направляются за ним следом. Путешествие получается довольно длительным, и студентам даже приходится сесть на паром следом за охотником. В конце концов Ханс заезжает на запретную территорию, где, судя по табличке на заборе, находится минное поле. А троица, немного поразмыслив, направляется следом за ним. Дорога вскоре заканчивается, и группе приходится дальше идти пешком по тёмному лесу. Неожиданно где-то рядом раздаётся мощный рёв, за которым следует несколько ярких вспышек света. Студенты застывают от неожиданности, а через минуту из зарослей выбегает взволнованный Ханс с криком «Тролль», который велит ребятам бежать отсюда как можно быстрее. Группа несётся через лес, сломя голову, однако неизвестное существо умудряется дотянуться до плеча Томаса и своими острыми когтями оставить на нём кровоточащие раны. Всё же ребята успевают добраться до машины Ханса и скрыться из опасного места. Студенты уговаривают охотника вывезти их отсюда, так как гигантское существо превратило их собственную машину в груда металла. По пути обратно молчавший до этого Ханс по какой-то причине решается раскрыть спутникам правду и делится, что за ними гнался опасный и лесной тролль. Эти монстры обычно живут небольшими группами в горах или пещерах. Тролли очень уродливы и не менее тупы. Эти существа выходят на охоту только по ночам, так как ультрафиолетовое излучение солнца губительно для них. По какой-то причине тролли могут издалека унюхать кровь глубоко верующих христиан, которых они с удовольствием превратят в свой обед. Узнав мрачную правду, студенты понимают, что перед ними самый настоящий охотник на троллей, причём единственный во всей Норвегии. На крыше машины Ханса находится ультрафиолетовый излучатель, с помощью которого он уничтожает троллей, разорвав их изнутри или превратив в камень самых старых особей. Ханс даже соглашается взять ребят на охоту следующей ночью, при условии, что они будут строго следовать всем его указаниям. В первую очередь студентам приходится намазать свои тела невероятно вонючим жиром троллей, чтобы существа не смогли обнаружить людей по запаху. Ханс берёт с собой пушку, стреляющую лучом ультрафиолета, и вместе со студентами углубляется в чащу леса. По пути охотнику звонит какая-то женщина и просит добыть для неё образцы крови местного тролля. На Большой Поляне Ханс велит студентам дожидаться его возвращения, пока сам идёт вглубь леса, чтобы выманить оттуда одного из монстров. Студенты всё ещё не до конца верят в сказочные истории про троллей, когда неожиданно деревья поблизости начинают ломаться словно спички, а через мгновение из-за них появляется жуткий трёхголовый тролль. Громко крича от ужаса, троица несётся к машине охотника, вот только тролль следует за ними по пятам. К счастью, Ханс опережает чудовище, и за мгновение до его атаки успевает включить ультрафиолетовый излучатель на крыше джипа, который за считанное мгновение превращает гиганта в камень. Студенты танцуют от счастья, понимая, что были на волосок от смерти. Отснятый ими видеоматериал станет настоящей сенсацией. Тем не менее, Ханс наезжает на ребят, уверенный, что троллю чуял запах находящегося среди них христианина. Но трое продолжают утверждать, что среди них нет верующих. Ханс наконец раскрывает, что правительство платит ему слишком мало за охоту на троллей. Поэтому он позволит ребятам раскрыть миру страшную правду о мифических существах, которые оказались более чем реальны. Через пару часов на место гибели тролля приезжает Финн, который, как оказалось, работает не в службе охраны природы, а в сверхсекретном ведомстве по контролю за троллями, которое в том числе следит за тем, чтобы никто не узнал правду об огромных чудовищах. Ханс – единственный охотник ведомства, который уничтожает троллей, посмевших приблизиться к территориям, где живут люди. Чтобы скрыть нападение троллей от граждан, сотрудники ведомства обставляют всё так, будто в пропаже туристов и краже скота в этой местности был виноват огромный медведь-людоед. Ханс раскрывает студентам, что в последние месяцы тролли по неизвестной причине стали очень агрессивны и не раз нападали на людей. Поэтому ведомство поручило ему добыть образцы крови монстров. Сегодняшний тролль окаменел, а его кровь в венах также застыла. Поэтому охотник этим вечером вновь собирается отправиться в лес, чтобы наконец достичь поставленной цели. Узнав, что студенты снимают всё происходящее на видео, Финн грозно предупреждает ребят, что им в любом случае придётся отдать сотрудникам ведомства весь отснятый материал. Когда наступает ночь, ребята вместе с Хансом приезжают в другое место, рядом со старым мостом, где охотник использует овцу как приманку для тролля. Вскоре чудовище выходит из своего укрытия и начинает с жадностью пожирать беззащитное животное. Ханс надевает серьёзную металлическую броню и берёт в руки огромный шприц, чтобы взять образцы крови у тролля. Охотнику наконец это удаётся, однако он сильно злит монстра, который мощным ударом отправляет человека в нокаут. Тролль даже пытается сожрать Ханса, но толстая броня оказывается ему не по зубам. Студенты помогают охотнику прийти в себя, который спешит следом за чудовищем и разрывает его на куски с помощью яркого ультрафиолетового луча. На следующий день охотник отдаёт в лабораторию образец крови, после чего соглашается взять с собой студентов на очередное опасное задание. Группа прибывает в небольшую норвежскую деревню, где видит множество поваленных деревьев и сразу понимает, что это дело рук тролля. Ночью команда добирается до пещеры неподалёку, где, судя по всему, и живёт монстр. Внутри ребята находят множество останков животных и спешат к выходу, но его блокирует неожиданно появившаяся семейка троллей. Группа бежит вглубь пещеры, где трясущийся от страха оператор Калля наконец сознаётся, что он верующий христианин, и запах его крови всё это время привлекал чудовищ. Вскоре тролли настигают людей, которые из последних сил бросаются на утёк, а Ханс пытается остановить создание выстрелами из ультрафиолетовой пушки. Охотнику удаётся уничтожить всех троллей, но один из них всё же успевает расправиться с несчастным Калля, не оставив от него живого места. Студенты оплакивают трагичную гибель товарища, после чего поднимают с земли его разбитую камеру и спешат к трейлеру Ханса. Однако здесь их уже ждёт Финн со своими подручными, которые угрожают студентам крупными неприятностями, если они сейчас же не уедут отсюда. Несмотря на всё произошедшее, упорные студенты не собираются сдаваться и через пару дней находят нового оператора – мусульманку Малику, не зная при этом, как тролли будут реагировать на запах крови девушки. Финн вызывает Ханса, чтобы дать ему очень опасное задание – уничтожить самого большого среди троллей, стометрового йотнера, который по неизвестной причине стал вести себя очень агрессивно и скоро достигнет территории, где живут люди. Для того, чтобы хоть как-то противостоять гиганту, охотник серьёзно укрепляет свой бывалый джип. Ханс вместе со студентами выезжает на место, по пути, наконец узнав результаты исследования крови убитого тролля. Оказывается, тролли в этой местности заразились бешенством, из-за чего они изменили привычную модель поведения и стали невероятно агрессивными по отношению к людям. Томас с ужасом понимает, что он тоже мог подхватить заразу во время первой встречи с монстром, когда тот расцарапал его плечо. А Ханс считает, что именно йотнер заразил бешенством своих сородичей. Студент заявляет, что ему срочно нужно в больницу, но в этот момент навстречу группе выходят гигантские йотнеры. Мощности ультрафиолетовых ламп на крыше джипа не хватает для убийства тролля, но они довольно сильно ослабляют создание. Чтобы отвлечь тролля, охотнику приходится включить христианский гимн на полную громкость и заставить йотнер огнаться за его машиной, в конец вымотав монстра. После этого Ханс парой выстрелов из пушки добивает уже еле живого тролля, который превращается в камень и рассыпается на огромные булышники. Ханс остается рядом с троллем, чтобы прибраться за собой, а довольные студенты собираются вернуться домой и показать всему миру шокирующие кадры с огромным живым троллем. Вот только разъяренный финн со своими подручными преграждает ребятам путь, заставляя их бежать со всех ног в попытке спасти свои жизни и драгоценную видеозапись. В тот день трое студентов бесследно пропадают на бескрайних норвежских просторах, а видеозапись через некоторое время находит у дороги случайный свидетель и публикуют шокирующие кадры с троллями в интернете, после чего ведущие эксперты признают их подлинность. Как вам фильм «Охотники на троллей»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!